Всем привет дорогие друзья! Рад приветствовать вас в новом кликбейтном выпуске на моем канале. Сегодня у нас действительно кликбейтный шок контент. Сегодня у нас на обзоре видеокарточка купленная за 1000 рублей, а именно Nvidia GTX 1070. Да, ребята, вы не ослышались, карточка действительно была куплена за косарь. Давайте перед тем, как будем смотреть, я расскажу вам историю, как она мне досталась. У меня в группе ВКонтакте, если кто не подписан, кстати, подписывайтесь, заходите по ссылочке в описании, есть такая тема, барахолка куплю, продам, обменяю, и там люди меняются каким-то старым железом, может быть даже частично неисправным, кто-то там просто отдает ненужный хлам старый типа 478 сокетов. И вот как-то я туда зашел, я иногда мониторю этот раздел и увидел, что мой подписчик продает 1070 за косарь. Мне сначала показалось, потом я прочитал, внимательно его объявление, я сейчас постараюсь где-нибудь вставить скриншот этого объявления, и, естественно, я сразу же отписался ему в личку. И вот спустя там буквально 4 дня мы с ним смогли пересечься, он достаточно далеко от меня живет, и вот в моих руках, ребята, настоящая 1070 за 1000 рублей. Я вас спрашиваю, почему так дешево отдаешь? Тут, в принципе, одна система охлаждения стоит больше тысячи. Это все-таки, видите, такая здоровая карта, три кулера здесь, и если у кого-то, допустим, начинают трещать, можно выставить отдельно самохлад на авито за две, за полторы тысячи, и его с руками оторвут. На что он мне ответил? Он мне рассказал очень интересную историю этой видеокарты, и я не могу просто не поведать ее вам. Дело было так, у этого человека, кто мне ее продал, есть то ли друг, то ли знакомый, то ли приятель, у которого свой сервис-центр по ремонту техники, оргтехники, компьютеров и всего прочего. Пришел к нему на заказ вот такой компьютер с вот этой видеокарточкой. Человек сказал, компьютер просто один раз выключился, и все, больше не включается. Ни кулера не крутятся, ничего не происходит. Ну, там долгая история, я просто расскажу уже ее финал. Человек возился-возился, вот этот мастер в своем сервис-центре с ним, и вытащил в конце видеокарту, поставил в свой компьютер и спалил себе i7 Proc на 1151 сокете. И, как он сказал, это опять же с его слов, мать ушла тоже вместе с Proc на тот свет. И после диагностики уже компьютера, который ему принесли, оказалось, что там тоже Proc и мать на помойку. Да, ребят, вот сейчас кто-то напишет в комментариях, типа, ууу, лох, ну как можно засовывать непонятную видеокарту без даже визуального осмотра в свой компьютер, но поверьте, и такие сервис-центры имеют место быть. Если вы смотрели мои ролики, где я вам рассказывал, как набирают мастеров в такие сервис-центры, то вы не должны удивляться, почему человек вместо того, чтобы начать диагностировать компьютер, который ему принесли, начал пихать эту видеокарту в свой основной комп. Да, но, как говорится, дуракам закон не писан, поэтому осталось два компьютера без Proc и без материнских плат. Поэтому эту видеокарту вообще хотели просто размолотить, разбить и уничтожить в отместку за два умерших комплекта железа. Но мой подписчик ее выцегнил бесплатно совершенно и наварился хоть как-то на этом уже мертвом куске текстолита. Это, ребята, у нас видеокарточка от компании Gigabyte G1 Gaming 1070. И, как вы уже поняли, я думаю, все поняли, что она прогорела. Если бы она была полностью исправна, ее бы за косарь никто не продал. Давайте сейчас я ее положу на стол, вот просто проведем с вами визуальный осмотр, посмотрим, на какие места стоит обращать внимание. И вот если бы тот сервис-мастер обратил на эти места внимание, он бы остался со своим комплектом Matiproz и он бы не попал на такие огромные бабки. Ну а перед этим, ребята, я хочу вам порекомендовать одну очень крутую группу ВКонтакте, которая специализируется на китайском железе и на, в принципе, китайских сборках с Алиэкспресса, которые опубликуют там постоянно годные, крутые и проверенные товары. И сейчас я говорю, конечно же, о группе Железный Алиэкспресс. Думаю, многие из вас и так подписаны на эту группу. Ну а вот те, кто не подписан, обязательно заходите и подписывайтесь. Это очень удобная группа, где собраны лучшие сборки, подборки бюджетных и проверенных видеокарт, материнских плат, SSD-накопителей и вообще, в принципе, любого компьютерного железа. Группа очень удобная и интуитивно понятная. Группа состоит не только из ссылок на товары, также ежедневно там публикуются полезные информации и прикольные мемчики. Переходите по ссылочке в описании и подписывайтесь. Советую вам сделать это побыстрее, так как сейчас в группе проходит розыгрыш на 100 долларов. Победитель будет выбран уже 11 июля. Все ссылки в описании. Что ж, ребят, вот у нас видеокарточка. Сразу скажу, что я не схемотехник, я не особо разбираюсь в этом всем. Да, вернее, ладно, что нам брать. Я вообще не разбираюсь в ремонте видеокарт. Знаю, что очень много моих подписчиков, кто смотрит, хорошо разбирается в ремонте видеокарт. И сейчас мы ее когда разберем, я вам покажу места, которые прогорели. И пишите в комменты, чем это чревато и возможно ли восстановить эту видеокарту. Ладно, давайте болтологию оставим, но потом посмотрим, где прям явно видно, что с видеокарточкой что-то не так. И если бы вот этот вот сервис мастер сразу заглянул туда, то его бы железо осталось живым. Сейчас, к сожалению, без подсветки не очень хорошо видно. Но давайте я пока не буду специально включать подсветку. И вы даже без подсветки можете увидеть, что вот здесь, вот здесь какие-то, куда я сейчас показываю насадкой от отвертки, вот здесь есть какие-то потемнения. Прям чернота. Отличается цвет платы. Сейчас я включу подсветку на камере. И вот тут уже все становится яснее, все становится более понятно. Если бы человек посветил туда фонариком, то уберег от гибели свое крутое и недешевое далеко железо. Видите, какой здесь смачный. Ну, я бы не искал даже про огар, пока не видно, поврежден ли там текстолит. Но что-то тут в прямом смысле горело. Именно был пожар с открытым огнем. Это единственное, что можно увидеть сквозь вот этот вот бэкплейт из-под радиатора. Также сверху видно, что тоже что-то горело. Есть, видите, какие-то, ну, вот какой-то нагар. Тоже какие-то потемнения. Опять же, я не знаю, возможно ли это реанимировать, будет ли эта карта когда-либо еще работать. Давайте ее разберем. Вот мне очень интересно ее разобрать. И посмотрим, что у нас там все-таки внутри и насколько серьезный масштаб этого прогара. Вдруг там маленькое пятнышко и ее еще можно воскресить. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Что ж, друзья, видеокарточка разобрана. И я могу сказать, что здесь прогар просто колоссальный. То, что мы с вами видели сквозь бэкплейт, это было еще так, немножечко пожара. Вот, основной пожар, основной очаг под радиатором цепи питания, что очень плохо. Ну, как мне кажется, ничего хорошего в этом нет. Также на радиаторе отчетливо видны следы тления, следы горения. Вот они. Очень большой был очаг и горел он реально очень хорошо. Видите, на радиаторе аж железо повело в некоторых местах. Оно деформировалось здесь. С тем охлаждение и все болты, похоже, не вскрывались. Не знаю, похоже, ее даже никто не пытался разобрать. Не знаю почему, но на них даже не было следов того, что их кто-то ковырял, их кто-то пытался открыть. Вот тут у нас радиатор его надо будет сейчас снять. Да, да. Ну, и самое элементарное, что мы можем с вами сделать, мы можем с вами просто банально попробовать прозвонить на короткое замыкание. Вход 12-ти вольтовый. Давайте поставим мультиметр в режим прозвонки и просто прозвоним. В общем, все пины звонятся на корпус. Все пины звонятся на массу, ребят. Все, это ужасно. Мне кажется, что-то я подозреваю, что графический чип не выжил после такого. Вы сами слышали. К сожалению, прозваниваются все пины 8-пинового разъема, прозваниваются на корпус. Это очень плохо. Это прям ужасно, я бы даже сказал. Ну, ребят, мы ее купили для контента больше, не для того, чтобы ее даже воскрешать. Давайте сейчас снимем вот этот вот радиатор. Посмотрим, насколько серьезен прогар. Мне даже самому интересно. Я первый раз держу видеокарту именно с прогаром в руках. В основном у меня все видеокарты, что ко мне попадали, они были с отвалами чипов. Но вот такого прям пожара и прогара я еще не видел. Если верить человеку, то эта карта стояла в домашнем компьютере, на ней играли. Это не майнинг-карта. Хотя, конечно, рассказать можно любую байку, но я склонен этому человеку верить. Ух ты ж, е-мое. Вот это жесть. Смотрите, термопрокладка вся сплавилась. Вообще нахрен сплавилась. Да, давайте-ка я ее сниму. Термопрокладки хана. Однозначно. Да, она еще и рассыпалась от такой температуры. Да, ну все, она как шкварками отбирается. Это сейчас мне интересно. И вот здесь мы можем видеть эпицентр прогара. Есть такой вот хороший канал майнеры в носках, я не знаю. Может быть он смотрит мои видосы изредка и отпишется по вот такому вот, по вот такой беде. Но как мне кажется, что здесь межслойный. Да, вот смотрите, можем в принципе... Вот он, текстолит идет. Вот дорожки наши. Включил подсветку, чтобы вам виднее было. Вот он, текстолит. Он весь пузырями надулся. И он прогорел. Вот тут прогар точно межслойный. Туда можно отвертку засунуть при желании. Текстолит превратился в труху. Да, и фаз питания как не бывало. То есть вот они тут были. Вот здесь были такие же транзисторы. Вот, точно такие же. Куда они делись? Они испарились. От температуры банально это все прогорело. Также вот на дросселях. Ну не знаю, это они горели или нет, но видно то же самое. Видно, что здесь что-то прогорало. И последний момент. Это вот эта часть видеокарты, которую мы с вами увидели еще сквозь бэкплейт. Здесь тоже горела вот эта шимка. Я не знаю, что это. Горела вот эта микросхема. И видно, вокруг нее все обуглилось. Горела она тоже синим пламенем. Возможно, она отвечает за как раз контроль вот этих фаз питания графического чипа. Ну, возможно, она с ними как-то связана. Да, ребят, вообще, это жестко на самом деле. Это вообще ужасно. Кстати, я не знаю, должны ли тут быть дросселя. Может быть, все-таки в карту лазили дросселя. Выпаяли. Но я на самом деле не вижу, чтобы здесь какая-то пайка когда-то была. Но вот такое ощущение, что здесь должны быть еще два дросселя. И вот этот криво припаян. И вот тут должны быть два дросселя. Это непонятно, короче, непонятная история. Напишите, эксперты. Давайте сейчас я это все растворителем отмою. Все пройдусь, чтобы все было чисто. И посмотрим еще раз на очаг всего вот этого сгорания. Но уже в очищенном виде. Ребят, честно говоря, не знаю, чем оттирают профессиональные мастера по ремонту видеокарт. Вот этот вот прогар, эту вот сажу. Она хрен чем оттирается? Три разных раздорителя попробовал. Возможно, ей нужен технический или какой-нибудь чистый спирт. Но такого у меня в моем распоряжении нет, к сожалению. Вот, максимальное, что я смог отмыть. Все равно видно, что следы прогара, они не отмываются. Даже с рук хрен отмоешь. Вот такие дела. И вонище стоит здесь у меня. Вот как, ну не дай бог кому такое, когда пожар где-то там в доме. Либо какой-нибудь сарай сгорит. У вас этот запах долго будет на участке. Здесь то же самое. У меня теперь во всем моем помещении вонище жуткое. Вот этим вот прогаром. Я думаю, межслойное здесь точно есть. Вот они, слои. Их можно даже приподнять. Вам, конечно, не очень видно. Так что, межслойное замыкание здесь есть однозначно. Вот не знаю, у меня есть друг мой, товарищ LTVX Space, кто занимается таким вот ремонтом. Не знаю, может он возьмется за такое. Все-таки вот майнеры в носках канала, он творит чудеса, чувак. Он прям воскрешает невоскресимое. Я смотрел его ролики. И, по-моему, у него был подобный случай, но не настолько лютый. Не вот так вот прям. Потому что здесь, посмотрите, у нас, к сожалению, дорожка вспухла, которая идет еще на два транзистора. И вот сюда на мелкие СМД-компоненты, на конденсаторы. Вот она идет. Все это вспухло. Кондерчики подплавились. Один сгорел, черный весь. Вот этот. Ну, в общем, здесь работы вагона маленькая тережка. Как говорится, конь не валялся. Поэтому, мне кажется, что не возьмется. И здесь тоже вот этот вот очаг. Вы сейчас наблюдаете голую микросхему без регистрации СМС. 18+, надо поставить маркировку видео. Вот она, я ее ковыряю отверткой. Это внутренность ее как раз, которая находится внутри вот этого черного корпуса. То есть вот она, сама микросхема. Ну, и здесь тоже кучки, куча СМД-конденсаторов погорела вокруг. Они все черные, но не знаю, их работоспособность. Надо каждый прозванивать из них. В общем, сейчас буду собирать ее обратно. Уже, естественно, без каких-либо там термопрокладок. Нет смысла сейчас прокладывать новые прокладки. Потому что, скорее всего, мне почему-то кажется, что эту видеокарточку воскресить невозможно. То есть даже превратить ее по производительности в какую-нибудь 1060, удалив три фазы питания. Мне кажется, не получится, потому что, как вы видели, межслойное замыкание, да и, в принципе, всю плату покоробило, весь текстолит покоробило. На там трех фазах, если отрезать это все, на трех-четырех фазах, мне кажется, она работать нормально не будет. То есть пишите свои предположения в комментарии, будет интересно почитать. Вдруг все-таки вот Андрей, энтузиаст, сможет ее починить, либо кто-то другой. Если Андрей не сможет, мы там договоримся. Вдруг из этой карточки можно будет собрать хотя бы какой-нибудь немножечко, как сказать, кастрированный кусок текстолита с производительностью чуть выше 1060, той же самой, на 6 гигабайт. А я пока буду собирать ее в обратном порядке. Субтитры сделал DimaTorzok Ну что, ребят, какую мораль можно вынести из сегодняшнего видео? А мораль этого видео такова. Бояться надо не отвала, а больно жуткого прогара. Ну, как бы это смешно ни звучало. На самом деле, мне многие раньше писали, когда вот я рекламировал видеокарты гигабайт, типа 10 серии видеокарт от Geek полное говно, особенно вот эта серия Windforce. То, что она самая ненадежная. Часто бывают прогары. Я не знаю, кто-то это спаивал две фазы, но заметьте, очаг возгорания и прогар именно образовался в том месте, где не хватало фаз питания. Может, это их кто-то уже спаял, феном снял, выпаял. Может быть, их не было с завода. То есть, это гигабайт чуть-чуть вот сэкономили, и это привело к вот такому прогару. То есть, напишите лучше в комментариях вы, эксперты. Я думаю, меня действительно смотрит немного людей, кто разбирается, ну, вернее, много людей, кто разбирается в ремонте видеокарт. И, в принципе, этим профессионально занимается. Видюха, как мне сказали, ну, была в пользу не меньше года. На ней, кстати, даже заглушечки на месте, вот с магазина, когда идет карточка вот эта вот прорезиненная. И на ней не майнили. То есть, видюшка была чисто игровой, и вот так вот отвалилась. Не знаю, как она могла спалить две мальцери. Может быть, это какие-то басни все-таки. Потому что у нее КЗ уже на 8-пиновом разъеме. Уж извините, в сегодняшнем видео мы ее не будем пытаться ставить в компьютер, потому что это бессмысленно. Любой нормальный блок питания, да даже тот же ARACUL VX, кстати, у него есть защита от КЗ по 12-вольтовой линии. Он банально с этой видеокартой не включится. То есть, когда мы сюда 8-пиновый коннектор вставим, того же, какой-нибудь Deepcool, ARACUL, неважно, какой-нибудь Chieftec, то у нас сразу КЗ по 12-вольтам. Блок, ну, там, одну десятую секунды поработает и моментально уйдет в защиту. Он не будет ничего прожигать. Так что, возможно, все-таки подписчик мне изначально рассказал, ну, просто байку, какую-то интересную историю. Так что, или это уже, вот, замыкание сейчас на 12-вольтовой линии, это, возможно, уже последствия как раз вот этих попыток ее включить в полузагоревшем состоянии. Так что, тоже экспертное мнение ваше, ребят, в комментах, пожалуйста, напишите, будет интересно почитать. Самое главное это, чтобы был графический чип. Я мультиметром сопротивления проверял по гребенке PCI-Express, по вот этой, сравнивал с двумя своими другими видеокартами. Сравнивал, например, с вот этим китайским мутантом, это GTX 950, кто не видел видос, посмотрите, мобильный, мобильный чип впаяли на обычную карту. И у них сопротивления схожие. То есть, еще есть вариант, что графический чип и память не сдохла. Но если здесь пробит графический чип, пробита память, то с этой видеокарточки можно будет снять лишь вот эту систему охлаждения. Ну, и мелкую обвязку там, но она не стоит денег особых. То есть, самое дорогое в этой видеокарте это чип. Потом идет память. Потом уже идет самоплата. И вот на четвертом месте это система охлаждения. Ну, в любом случае, ребят, эта карточка была куплена для контента. Для вас, я думаю, вам интересно сегодня было посмотреть на истинные прогары. А то очень много народу в той же группе ВК не понимают этого слова. Спрашивают, что такое прогар, как эта видеокарта может прогореть. Сегодня вы все видели наглядно. И, кстати, это не шутки. Действительно, если начнется хороший пожар, если у вас у блока питания нет необходимой защиты, вы можете остаться без квартиры. Ну, как минимум, без системного блока. Потому что, если пожар пойдет дальше, ну, вы знаете, что такое огонь. Думаю, объяснять никому не надо. Можно остаться и без своего жилья. Будьте внимательны и будьте осторожны. Не майните на видеокартах гигабайт и не разгоняйте их. С вами же был Мурк. На сегодня у нас все. Встретимся в следующих видосах. Не забывайте подписаться на канал, поставить лайк и оставить свой комментарий. Всем спасибо за просмотр, друзья. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok